Хоу-хоу, здоровенькие бобры. Ну что ж, начался наш долгожданный стримчанский. Как вы видите, я немного поиграл между стримами, отбил буквально одну атаку механоидов, тут даже немного внутри произошло сражение. Но ничего интересного, никого не потеряли. Наоборот, приобрели нового колониста. Он у нас упал в капсуле где-то вот в этом районе, я уже не буду искать это место. И вот он как раз вылечился и присоединился к нам. Надеюсь, клешни ему не помешают заниматься... Чем у нас там занимается дотер? Животноводством. Кстати, пока играл тут между стримами, буквально минут 10 поиграл и словил очень интересную фишку. В общем, у меня колонист пошел разделывать тушу индюшки и пока он ее нес, она сгнила. Но тем не менее, он все равно ее разделал и получил как бы мясо и шкуру. Не знаю, может быть вот кто-нибудь и догадается как-то это заобузить. То есть как-то заставить уже сгнившую индюшку отнести на разделочный стол. О, ядро ИИ. Конечно, рановато еще для ядра ИИ, но я помню, что его достать крайне трудно, поэтому достать его нужно. Кто там в охране, неизвестно. Так, а у нас Дракула-строитель, да? Поэтому устройка остановилась. Да, Дракула. Дракула-ночный житель. Фух, мы тут пришли, а нас тут уже ждут. Блин, фигово. Очень фигово. Что можно с ними делать? Я боюсь, как бы они не пошли в атаку сразу же. Меня это больше всего беспокоит. Потому что они могут, я знаю. Да. Сразу же пошли в атаку. Ой, мрази, мрази, мрази. Ладно, давайте тогда за стену за эту. Туда уже не успеем. Енота я бы прям на место дерева поставил. Блин, он не хочет. Окей. А, ты... Одной клеточки не достает. Вот это жесть. Так. Блин, их много. Их прям очень много. И этот милишник. Окей, отбегай. Ты давай сюда. Минус милишник. Уже лучше. Уже полегче стало. Нет. Это фиговая тактика. Назад. Да блин. Не в ту сторону стреляешь. Сюда стреляй. Сюда стреляй. Ох, похоже, ГГ. Да. Все, енот упал. Патрик. Я знаю, ты можешь. Спасай положение. Нет, это вы думаете, что ГГ. А я думаю, что мы еще затащим. Нифига себе, как далеко. Да ладно. Так, они здесь. У них... Блин, у них еще и турелька есть одна. Неприятничаю. Так, я думаю, куда-нибудь сюда. Maybe. Не, давайте вот сюда. Может быть, под крышу удастся упасть. Мафаленок наш не обучен. Ну и ладно. Так. Отбегаем. Да вы... Вы гоните? Что за снайперские выстрелы такие? Так. Отбегай сюда. Ну, если Патрик не справится, это будет просто забей. Господи. Так. Ты же можешь лечить, Патрик? Можешь. Очень даже. Все, уже начал лечиться. Красавчик, Патрик. Просто красавчик. Я уже успел конкретно наделать штаны. Три дня мы можем тут ошиваться. Ой, как раз электричество у них закончилось. Давайте, в общем, все захватим. Я надеюсь, здесь кровати какие-нибудь есть. Так, ну остальные ранения, это фигня все. Вот как раз кроватка. Захватить медицинское. Спасай енота. Кто у нас вообще тут более страдающий? Курага более страдающий. Давай, значит, курагу спасай. Даже не так. Даже раздеть по пути. Спасти курагу. Ах, муфаленок умирает. Так, погоди, почему ты не можешь? У тебя есть животновод есть, все есть. Давай вот так попробуем, что ли? Ага, все, начал лечить. Давай, скорее спасай муфаленка. Черт с ними, с колонистами. Все, красавчик. Так, теперь спасай колонистов. Заражение. Я надеюсь, у них здесь есть склад. Вот здесь вот маленький, с аптечками. Очень на это надеюсь. Так, здесь заражение. Первое лечение атак проведем, а последующее уже с аптечками, с лечебным корнем. Не, Патрик, не время сейчас спать. Здесь ядро ИИ. В принципе, так и предполагал. Здесь еще две кровати. О, как раз тебе две кроватки будет. Надо их только захватить. Заражение. Вот, второй раз уже полечили отлично. Заражение... О, господи. Замедлили с лечением. Но все равно шансы еще есть. За счет того, что залечили очень качественно. Надо срочно еще одну аптечку. Я не хочу никого терять. 86%. Да. Мы были близко. Да, и у нас теперь вообще никто не может переносить. Но мне почему-то кажется, что Патрик будет добывать еду медленней, чем она будет тратиться. А нам нужны еды на 3 дня. Ну, хотя бы на 2 дня. Хотя бы даже на 1,5 дня. То есть это где-то 40 единиц. А, у нас же еще и мафаленок. Значит больше. Значит где-то... Короче, под сотню. Капсула сделана. Я могу им еды отправить. Но... Блин, это затратно очень. Ух, 375 урана с одного стола. Офигительно. Да, придется все же. Он еще и не с каждого куста собирает из-за того, что он в фермерстве полный нубас. Так, ты не хочешь есть? Нет. Ты хочешь? Ты хочешь есть, додер. Где жри? Ой. Так, сколько им нужно? Им нужно, ну... Ну, да, примерно 20-очку им можно отправить. Отлично. Запускаем. Фух, справились. Кое-как. Еле-еле. Возвращаемся. Что? Сколько? Нет, это не из-за колониста. У нас колонисты все уже здоровые. 3,95 бегает. 4,48 бегает. А это мразота, 1,80 только. Блин, если я его скину, понимаете, в чем проблема? Может пропасть много предметов. Он носит 14. То есть нам нужно где-то 10-12 килограмм скинуть сейчас. Еще 2 килограмма нужно скинуть. Господи, за что мне это все? Ну и все, вроде бы хватает. Давайте на всякий случай еще одну пасту скинем. Так, мы же на паузе? На паузе. Подтвердить. Ага, она не пропадает все сразу же. Вот оно как происходит. Еще 1,32 килограмма нам нужно скинуть. Все. Теперь сколько? Расчетное время 11,2. Что? А какого фига? Погодите. Что за фигня? Почему туда мы шли 2 дня, а назад 11? И я понимаю, типа, здесь горы, да, там, на дорогу зайти сложнее, чем сойти с нее, то есть, но не настолько же 2 дня и 11. Я надеюсь, этого хватит. 9,9. Какого фига я дошел до тутова за 2 дня? Да что за глюки были? О, а если на нас сейчас нападут? У нас только дотер может сражаться, и он милишник. Господи. Ужасно. Просто ужасная ситуация. Накаркал. Просто накаркал. Я не знаю, дятел, ты сколько назад будешь идти? 0,8. А, кстати, да. Декабраль первая. Ну, декабраль первая, он только сейчас поменялся. Ну, видимо, он, ну, это не сразу происходит. Да, скорее всего, из-за сезона. Ну, блин, я не знал, что сезон влияет на скорость перемещения. Так, у нас еды хватит на 2,6 дня. До сюда 4 дня идти. Блин, даже до ближайшего... ...чего-нибудь не дойдем. Там, кстати, не начались у нас какие-нибудь переохлаждения сейчас? Что-то мало ли. Нет, рукаст по. Так, дятел, ну ты возвращайся. Это прям явно. Животные. А, нормально, все. Дотеру могу их всех назначить. Окей. Дотер, ходи сюда. Так, ну и что вы тут? А, блин, это еще и... Максимально неприятные парни. Давай с миномета попробуем. Какие еще варианты у нас есть? У нас, в принципе, никаких вариантов. Либо в лобовую атаку, либо с миномета. А он еще и не заряжен. Так, я уже вижу, что с миномета не получается. Так, ну где здесь сколько? Ладно, давай. Попробуем один выстрел. Попытка не будет. Не пошло. Все, значит, идем вот так. Отсюда. Так, животные в атаку. Не знаю, я просто бегать буду. Все, и ты тоже в атаку. Минус. У нас еще одного гранатчика. Гранатчики опасны. Да ладно, сейчас зима. Че нам хватило? Минус. А насчет базы минус? Не-е-е-е. Меня так просто не взять. Так, это все нужно тушить, а то оно заколупает меня своим горением. Так, ну тебе в любом случае надо возвращаться, дятел. У нас и сейчас проблемки на базе. А Патрику и еноту придется основывать новое поселение. И я не знаю, как-то выживать. Господи, не то тушите. Блин. Так, иди сюда. Слушай, Дракула, надо спасти. В смысле, что тут взорвалось? И компонент выпал. Это прям дико странно. Ох, пожары, пожары. Не, не успели спасти. Нет аккумуляторов. А у меня они, по-моему, не изучены. Аккумуляторы. Так, а где они вообще? Аккумуляторы, да, они изучены. Надо теперь аккумуляторы изучать. Долбанные пожары. Ой, Санина. Ой, Санина. Чего он так дико горит? Успокойся, Дракула. Не умирай. Так, ну ты такой себе врач, но тебе придется научиться. Сейчас самое время потратить аптечки. Так, господи, ладно, пожри ты. Пожри. Как не успокоиться. Не с той стороны тушишь. О, помощь пришла. Не очень вовремя. Главное, стена главная осталась, а кондиционеры сгорели. Я бы убрал здесь домашнюю область полностью прям. Прям совсем полностью, чтобы это все не чинили. Караваны можно грабить. Не, пес, ты путаешь. Караваны вот эти вот нельзя грабить. Просто... Ну, они всегда такой силы. То есть там всегда будет примерно 10 человек боевых. И верблюды, слоны, и все такое. Они всегда одной силы. Это не зависит от того, какая сила твоего каравана. Животные людоеды. Охренительно. Спасибо, Кася. Вот просто от души. Просто от души спасибо. Я вот просто об этом только и мечтал. Чтоб я в полной сраке, находясь, основал новое поселение, как последняя надежда. И тут мне такая заподлянка. Дракула. Че там? Иммунитетик выработался. Все, значит можешь вставать уже. А, не можешь. Ну, потом, когда сможешь, встанешь. Енот безоружный. Офигительно. А, ну да. Он потерял пушку, и мы ее так и не подобрали. Еще и новая пара. Кася, ну вот за что ты... За что ты так надо мной издеваешься? Теперь еще, если кто-то из них умрет, второй... Второму будет очень плохо. Так, давай. Становись здесь. Енот будешь прикрывать. На первую скорость. Все, енот принимает на себя весь урон. Патрик отстреливает. Ты по кому стреляешь? Господи, все в енота. Минус. Да. Короче, нет смысла пытаться их спасать. Да это ГГ. Чума. Успокойся, Кася, пожалуйста. Я тебя умоляю. Зачем ты так со мной? Что я тебе плохого сделал? Спасибо, Кась. Спасибо. Вот огромное спасибо. Вот сейчас мне это мясо просто неимоверно нужно. Вот если бы я основал это поселение, и ты закинул мне мясо прям сразу же, я бы смог его взять и пойти дальше. Вот это было бы круто. Иди нафиг, Кася. Серьезно. Опять гренадеры. Два гранатчика. Один с эми-гранатами. Дотер с чумой лежит. Охренительно. Просто зашибись. А, слушайте, я передумал. Так, ты иди сюда. Дотер, займи миномет. Потому что дотер милишник, а они с гранатами. Так, ты с этой стороны идешь. Крячься. Ухавайся в бульбу. Так, по кому бы стрельнуть? Они разбрелись прям везде. Ладно, не по кому. Слушайте, они красавцы. Они пошли в киллбокс. Я прям рад. Так, спрячься. Давай, снайпшот. А, все, там собаки загрызли. Все, отлично. Это было легче, чем я думал. Я думал, будет опять срань. Так, раздень его. Слушайте. Енот не выживет, а Патрик выживет. Блин, он до сих пор жажда крови. Стреляй. Но он все равно, он выживет. То есть, рано или поздно альпаки эти, они успокоятся. То есть, тут было четыре альпаки всего. Две валяются. Одна бродит. И одна уже успокоилась, как я понял. А, вот еще одна. Короче, альпаки рано или поздно успокоятся. А у Патрика нету заражений. Господи, вот лишь бы не сглазить. И у него одни синяки. Нет кровотечения никакого. Падает в обморок от переутомления. О, главное, чтобы он успел поесть. Вот из-за недоедания он вполне может не встать. Ну все, енот умер, да. Умерла, точнее. Прощай, енот. Да, мясо гниет на спаде. Это не к добру. Все, отлично. Внутрянка пошла минусовая температура. Больше ничего не сгниет. Стены, в принципе, все восстановили. Вроде как. Можно обратно ставить домашнюю область, чтобы это все начинали чинить, убираться. Как там Патрик? Блин, я боюсь все-таки, что он не встанет. Недоедание уже 30%. Сознание минус 10. Но это пока небольшое. А, он в основном из-за боли. Так, а по сознанию, что 49%. По сознанию еще все окей. Там, в следующей стадии вроде бы 30% минус сознание. То есть, до 60% он еще может встать. До 60% недоедания. А еда у нас есть. Дотер, что с тобой? Чума смертельная. Прощай, Дотер. 87% до сих пор. И в сознании уже 29%. Да, все. Уже не успеет Патрик стать. И отослать помощь к нему я не могу. Блин, вот если бы тогда я в принципе мог успеть им съесть у русских. Вместо того, чтобы хвататься за автомат. Возможно, тогда он бы выжил. Но так нет. Рысь мстит. Господи, я еще хрен знает когда оставил. Вот когда это было? Это, я не знаю, уже полчаса прошло с того момента, как я поставил охотиться на эту рысь. После того, как она мою курицу убила. Да попади же ты, дракула, дятел. КОНЕЦ 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 ДРАКУЛА ДРАКУЛА Нормально. Живем. Блин, мы даже побеждаем Мега тактика Песик, правда, не выжил Я думаю, да, хороший осторожничек Надо вырубать гусеницу Песик не выживет Прощай, песик Хотя я могу его спасти Но он один уже остался И, так скажем, не способен По оплодотворению Спрячься пока что Переведем фокус обратно на Дракулу Дракулу со щитом Прям вообще изи Прям легчайшее Ну что ж, выходим на нормальную норму Правильно, да Как грузовые контейнеры Как какие-то торгаши Так давайте на ту колонию А как нападение на эту Я тебя понял, Кася Короче, к чему я вел Я вел к тому, что у нас Сейчас большие проблемы С человеческим ресурсом Нас тупо нету колонистов А в основном все окей Блин, карибы никак не хотят агриться О, медведь там пошел их Нагибать Карибы, давайте Ой-ой-ой Что-то слишком быстро Подошел ко мне Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Нет-нет-нет, Дракула Так Все, заманили внутрь Закрываем за собой дверь А, он умер, сразу же Ладно, черт с ними Остальных не буду заманивать внутрь У нас мяса хоть и немного осталось уже Но все-таки есть Естественно, предложить укрытие Да, окей Саймон Господи А, он не может драться Ну что ж Умирай тогда Саймон Давай как мужик Он даже головой не бьет Блин, тогда я его, получается, зря принял Они сейчас могут меня ограбить Надеюсь, этого не произойдет Так, что, враги ушли? Враги ушли Унесли все-таки С прохождение изгнанников Но я пока над этим думаю Стоит, не стоит Ладно, заберем статую Это у нас Для кого статуя стояла? Для усача Для легендарного усача, который спас нашу колонию, но при этом Не слабо заруинил, конечно Но все же в итоге спас Ух Ну вот честное слово Вот сейчас просто хочется промотать нафиг время До того момента, когда упадет какая-нибудь капсула Или еще что-нибудь подобное случится Нам сильно не хватает переговорщика С переговорщиком у нас больше шансов завербовать кого-то То есть, хотя серебра не так уж и много в карманах Но можно что-нибудь понапродать Понабарыжить А без переговорщика прям совсем тухло Блин, не надо это есть А-а-а, сада Блин, я надеялся, что на другую колонию Но нет Все, пошли пожары Изи Долбаные животные Не закрыл Косяк Ладно, Дракула, свободен Тебе в принципе ничего Втанковывают Сейчас животные их танковывают Не слабо Упс Ну и сейчас еще и БК потеряем А может быть и нет Надеюсь, что нет Надеюсь, что он выживет 7 часов Все, Дракула, беги Спасти БК Я мог бы попытаться захватить И завербовать Если бы у меня были вербовщики Печальная ситуация Сто аптечку Соворовали Это не может не радовать Ты главное не воруй у меня Делай, что хочешь Но не воруй Следующую стену пошел бить Как обычно Грузовые контейнеры На эту базу Нападение на ту Ну ладно В принципе сейчас На обе напали И что тут множит их Дракула А Слушайте, да Реально Вот это я нубас Слушайте, вот это я нубас Так давайте мы тут свалку замутим Да господи, петушара Я думал, ты уже умер А ты еще до сих пор с нами Все, нету петуха Короче Я не знаю Давай посражаемся Немножко с тобой Одуванчик Так, ну вы животных не трогайте Животные Все, они просекли фишку Узнали куда идти Тише, тише Первый ско Блин, господи Не тякай, я дуванчик Хорош Дракула, ты-то куда идешь? Все, здесь вход закрыт Я же убирал тут домашнюю область Че он сюда идет А, стену починить Ясно Окей, я понял А, все, идет спать Иди спать Придется все внешние двери закрыть Не люблю это делать Но придется Так, вы главное мне эту дверь не сломайте-то Они когда начнут терять сознание Можно будет спасти пару куриц Это офигенская тема Не, короче, заколупали они моих животных коцать Надо их закрывать И надо делать здесь какую-то дверь дополнительную У меня и животные постоянно тут вокруг ходят И колонисты На лед Это, скорее всего, на вторую колонию Да, тут Очередной чубрик один пришел Жесть С таким-то звуком Ну и все Так сказать На этом Прочую мишуру всякую сделаю Господи, да хватит компьютер Что с тобой сегодня не так Ну, а те, кто пойдет спать Спокойной ночи И еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok